Дмитрий Иванович Менделеев Верн представил Этцелю свое произведение «Путешествие на воздушном шаре», после чего тот согласился сотрудничать после внесения некоторых корректировок. Они заключают контракт, по которому Жюль Верн должен издавать либо три разных книги в течение года, либо одну книгу делить на три части, но также издавать в течение года в журнале Жюля Этцеля «Воспитание и развлечения». В 1866 году Этцель заявил, что планирует издать серию произведений Верна под названием «Необыкновенные путешествия», где мастер должен обозначить все географические, геологические, физические и астрономические познания, накопленные современной наукой, и пересказать их в занимательной и живописной форме. Всего в этом цикле вышло 68 романов и рассказов, в том числе Гектор Серводак. Книга также оснащена гравюрами, которые были специально разработаны для этой книги, гравюром Жаном Лаплотом. Существует такая версия, что да, он занимал деньги у Жюль Верна для того, чтобы нанять гравюров, чтобы они сделали для его издания, чтобы получить потом снова деньги, перезанимал, отдавал. Ну, такие отношения их связывали. Первая публикация романа в журнале «Эцели» относится к 1877 году. Книга рассказывает о том, что Землю задевает комет Галея и затягивает с собой несколько частей ее поверхности, океанов и даже атмосферы. Французский капитан Гектор Серводак и его деньщик Бен Зуф оказываются в Новом мире на небольшом острове. Позднее к ним присоединяется русская шхуна Добрыня. Герои исследуют на корабле новый мир, встречают английских, испанских моряков, которые полагают, что они все еще находятся на планете Земля. Героев романа, которых с каждым поворотом сюжета становится все больше, ждет много приключений и интересных событий. Их путешествие длится два года и полностью раскрывает сатиру. Жюль Верн высмеивает человеческие пороки во многих своих героях. Стяжательство и жадность, заносчивость, легкомыслие, высокомерие. И лишь русские персонажи изображены трудолюбивыми и смекалистыми людьми. Возможно, это связано с тем, что русская аудитория читателей в то время занимала львиную долю на книжном рынке. Данный экземпляр путешествий Гектора Серводака имеет происхождение из Иваново-Вознесенска. Предположить версии, как издание попало в Тюмень, не представляется возможным. Жюль Верн написал настолько много изданий, настолько много у него было разработок, очень-очень-очень разных, что после его смерти еще 15 лет его сын продавал этому издательству его рукопись. Издание вошло в реестр книжных памятников по социально значимому критерию. Экземпляр печатных изданий, являющихся лучшими образцами художественного оформления, иллюстрирования и полиграфического исполнения. Также издание готовится к процессу сканирования для передачи цифровой копии в 2022 году в Национальную электронную библиотеку. В редком фонде Тюменской областной научной библиотеки издание заключено в бескислотный контейнер, который позволяет исключить внешне разрушающие воздействия на документ. Располагается строго в горизонтальном положении, в стеллаже с особым климат-контролем. Издание включено в реестр книжных памятников. Знакомиться подробнее с путешествием по околосолнечному миру Жюльверна вы можете в Тюменской областной научной библиотеке, согласно правилам пользования документами редкого фонда.